Почему сегодня мы так много внимания уделяем нашей истории? Потому что был период, когда мы, руководствуясь вполне искренним намерением, выстраивать конструктивные отношения даже с теми, кто некогда резал нас по-живому и уничтожал несмотря ни на что, старались не выпячивать это для кого-то такую неудобную правду, скромно умалчивать то, о чем стоило бы говорить, пока в 20-м не получили мощный флешбек. А ведь со временем, как минимум, Рижского договора и фашистской оккупации ничего не поменялось. Аппетиты западных элит остались прежними инструменты такими же. Разве что добавились амбиции взять над нами реванш. Сейчас, когда сомнений больше нет, единственный способ сохранить себя как нацию это помнить и говорить правду, какой бы нелицеприятной для кого-то она ни была. Сегодня в Институте истории Национальной Академии Наук открылся Международный Конгресс Истории с подробностями Анастасия Бенедесюк. Белые пятна заполняются, об этом буквально с порога расскажут ученые. И продемонстрируют, что удалось найти во время раскопок, в том числе в городище на берегу реки Менке. Много артефактов из Гродненской области, быть точнее Ашмян, Гальшан, рассказывали о первых археологических находках подводных в Витебской области. Здесь же книги белорусских авторов, издательская деятельность одна из основных тем нынешнего заседания мониторинг информационного пространства. Задача профильного министерства в преддверии электоральной кампании. Ослаблять контроль, разумеется, не будут. Сразу скажу вам достаточно эксклюзивно. Закон о средствах массовой информации дает сегодня министерству информацию все полномочия для того, чтобы самостоятельно, в том числе, принимать решения по тем ресурсам, которые размещают информацию, противоречащую интересам государства. И вот в отношении таких ресурсов и такой литературы мы будем работать очень жестко и очень быстро. Совет был создан по распоряжению главы государства и работает на постоянной основе. Первое заседание прошло в марте 2022-го. Напомню, год был исторической памяти. Из чего ведь тогда начали? С ревизии учебников. Совершенствовались учебные программы в вузах, ввели курс истории белорусской государственности. Их утверждал Совет по исторической политике. Я хотел бы напомнить любителям покритиковать эти учебники и концептуальные подходы. У белорусского народа и белорусской нации есть свое прошлое, мы им гордимся. Мы не выбрасываем ни один фрагмент этого прошлого. Мы системно показываем эти вещи и мы передаем эту традицию новым поколениям. Говоря еще про учебники, важно вспомнить про новый учебник истории. Его на республиканском педсовете президенту подарил министр образования. Там и события 2020-го про попытку переворота. Не скажешь ты, додумают и, вероятнее всего, придумают. Поэтому говорить правду не только важно, медлить с этим тоже нельзя. Недавно у нас состоялся масштабный форум «Общая история, общая судьба. Россия, Беларусь» в Калининграде. И там как раз представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Генеральной прокуратуры Российской Федерации обменивались опытом по исследованию этих фактов геноцида. Есть у нас закон о геноциде белорусского народа. Этот закон должен неукоснительно соблюдаться. И факт самого геноцида у нас фактически тоже утвержден. В 2023-е говорили, нам нужен национальный атлас. В сентябре этого года его презентовали. Получился своего рода паспорт в Беларуси. Там и про природные ресурсы, и про социально-экономическое развитие. Ну и, конечно, наша история. Сохранение этой памяти, конституционная обязанность каждого гражданина нашей республики. После 2020 года, конечно, попытки переписать историю стали еще более яростными. Со стороны и нашей беглой оппозиции, и западных политиков. Но вот борьба за сохранение нашего исторического прошлого, к сожалению, является не менее важной, не менее острой, чем экономическое противостояние, информационная какая-то борьба или даже где-то военная. Сегодня обратили внимание на работу экскурсоводов и то, о чем они вещают. Отдельно военно-патриотическое воспитание школьников, ну и, конечно, регионы. Как там налажена вся эта работа. Требование одно, чтобы отклик находило у белорусов. Отчеты и отписки в сторону. Есть реальный запрос, да даже в соцсетях говорить об истории. И делать это просто. Анастасия Бенедесюк, Виктор Борисов, Первый информационный.